Доброе утро! Лук крымский, чеснок, ризотто, осьминог, сливки, хвосты креветок, мидии, кальмар и белая суховина. Компонентов довольно много. Блюдо это можно назвать даже праздничным, наверное. Ну, можно себя помалывать. Давайте, по крайней мере, учиться готовить вместе. Итак, я в предыдущих передачах рассказывал уже ризотто, как готовится. Ну, расскажу еще раз. На масле мы сначала обжариваем наш лук, затем будем добавлять в него ризотто, а потом вино. И когда вино испарится, зальем это все бульоном. Какой сорт риса мы используем для ризотто? Ризотто арборио. Сорт самый распространенный у нас. Его можно купить почти в любом, наверное, супермаркете. Так что, если есть желание, то купить его можно и найти, не стоит каких-то затрат сильных. Ну, а с другой стороны, можно заменить его классическим рисом? Можно заменить, но готовить его точно можно по такой же схеме, но просто его надо аккуратнее готовить, и не тот момент, чтобы он не переварился, главное. Чтобы был в состоянии альдеса. Мы уже знаем эти модные словечки. Да, потому что он готовится быстрее, и надо быть внимательным. Итак, лук у нас обжаривается. И туда мы отправляем зубчик чеснока. Раздавливаем, который мы потом достанем. Это все готовится. Я ставлю еще одну сковородку. Вливаю масло. И будем обжаривать наши моряки. Так как, что дольше готовится, с того и начинаем. Это у нас будет простык креветок и кальмар. Кальмар тоже уже почищен. И порезан. Осьминог я почистил предварительно и отварил. Отварил я его буквально 3 минуты, будет достаточно. Можно лучше попробовать. Отрезать кусочек, часть какую-то, и попробовать, чтобы... Если он мягенький, значит он готов. Главное его не переварить. Кстати, знаете ли вы, что в некоторых культурах мира принято есть осьминогов даже живыми? Причем самым деликатесным этот продукт является тогда, когда осьминог только свежевыловлен и порезан еще трепещущим. Говорят, что очень вкусно. Я не знаю и думаю, что в утренном седьмом мы это пробовать точно не будем. Итак, лучок у нас уже обжарился, отдал свой аромат. Затем мы будем вино приготовить. Отправляем наш рис и сразу же мешаем, чтобы он впитал в себя масло ароматное. Главное его не пережарить, потому что он потом перестанет принимать в себя влагу. И вы уже с ним ничего не делаете, он просто будет кусочки твердые и все. И вливаем так, чтобы хорошо покрыло. И это все будем испарять. А креветки и кальмары пока обжаривают. Как долго? Пять минут будет достаточно. Будем готовить. Итак, вино наше испарилось, морепродукты обжарились. Теперь мы добавляем сюда меди и в мясной бульон вливаем наше ризотто. Чтобы покрыло, будем доливать. По мере готовности? Да, будем пробовать и будем доливать. Обжаривается. Добавим мы еще немножко лука-порей. Буквально чуть-чуть, так как у нас уже кремский лук здесь есть. Чуть-чуть, кубиком мелким нарежем. И наш чеснок будем изымать. Нам он уже не нужен. И ждем, пока наше ризотто будет готово. Морепродукты у нас обжарились. Ризотто у нас тоже уже дошло до состояния аль денте. Я еще добавил грамм 80 бульона в наше ризотто, чтобы оно приготовилось вам на заметку. И отправляем наш лук-порей. И теперь будем наше ризотто солить. Солим. Перчим. И вливаем сливок. Все это перемешиваем. Много сливок сюда не надо лить. Так как здесь много морепродуктов, но само по себе вкусно. Можно добавить сыра, такого, такого вы любите. Можно не добавлять. В принципе, вкус и так довольно насыщенный. Ведь и морепродукты, и рис, и сливки весьма гармонично сочетаются между собой. И теперь это все взбрасываем в одну сковородку. И все хорошенько перемешиваем. Так, наше ризотто готово. Будем. Выкладываете? Да, будем. Отлично. Наша ризотто готова. Приятного аппетита. Спасибо большое, Евгений, за такое оригинальное блюдо. Очень красивое и наверняка очень вкусное блюдо. Напоминаю, что готовили мы его в ресторане Тратория Сольди на улице Греческая, Одина. Присоединяйтесь к нам. Об Access reflected. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Приятного аппетита.